25 октября мы все никак не успокоимся решили еще проверить водометные насадки будем сейчас тестировать так сначала будем испытывать адаптированную водометную насадку для чистоты эксперимента поставили сюда алюминиевый импеллер также как на оригинале чтоб тяга была ну чтоб тягу можно было сравнить то есть алюминиевый импеллер интейк вездеход все новое импеллер интейк все обечайка все новое третья дырка давай адаптированная сейчас все замеры будут производить на 3 дырки чтобы не мудрить 204 205 итак четвертая давай побольше 207 208 206 а это был рывок 205 206 ну вот на ней будем тестировать устанавливаем стальной импеллер алюминиевый который уже протестировали опечайка все новое заборник все собираем и вперед зазор 05 выставляем везде чтобы был одинаковый для чистоты эксперимента стоп замена в 4 руки интересно у нас получилось со сталью тяга меньше на 10 килограмм пока сейчас попробуем на третьем отверстии еще не успеешь ты дела творятся все чисто ну давай пробуем на третьем отверстии сейчас если такой же результат будем будет смотреть на оригинале как он со сталью будет крутить получается со сталью у нас упала тяга на 10 килограмм что удивительно конечно поэтому мы решили попробовать еще на 3 дырки посмотреть напомню что и на 3 и на 4 с алюминиевым у нас было 205 килограмм давай опять 195 интересно ну ладно что будем ставить оригинал сейчас на нем будем так же проверять и алюминий и сталь и тогда будет все ясно все то же самое да здесь килограмм разница вообще удивительно интересно получилось все новая сталь и меньше тяга то что у вас получается вот оригинал от больше вот сталь китай и у нас получается что на оригинале от борджет тяга на 10 килограмм больше чем на сталь удивительно конечно вроде толщина до устали потоньше такая поэтому даже решили перепроверить мы сейчас опять поставим еще раз алюминий чтобы посмотреть тягу здесь у нас получается 195 205 час еще раз замерим ну интрига пришлось на место нам вернуть алюминиевый посмотрим сейчас женя отъедет опять третья дырка давай на 3 алюминиевый ну вот опять 24 24 ну тогда было 205 о 205 не было 204 24 25 но вот 205 понятно все перепроверили результат такой есть на адаптивные насадки на оригинальном алюминиевом а зачем это а ну давай ладно давай еще четвертую проверим хорошо четвертая уже решили мучить так мучить на четвертой сейчас все посмотрим окончательно четвертая алюминиевый на адаптивной на отбортовском импеллере 204 niin 5 то есть 205 как и было в первый раз так что никаких ошибок все так и есть на стали меньше все повторили полностью эксперимент получается что на адаптивные насадки на оригинальном отбордовском импеллере На 10 кг результат лучше, чем на остальном, который идет с насадкой Сейчас будем испытывать также оригинальную насадку от Board Jet Вот она у нас лежит уже, собранная Тот же вездеход Также оригинальный новый импеллер алюминиевый Сейчас поставим, замерим и потом также сюда поставим стальной импеллер C-PRO Между тестами насобирали мусор опять Его тут, конечно, не убавляется Чистим, чистим эту полянку и каждый раз одно и то же Ну вот сейчас момент истины будет Оригинальная насадка Алюминиевый оригинальный импеллер Четвертая дырка 207, 208 было 208, 209, 209 На 5 разница килограмм 200, 210, да Хорош! Померили олдборджет с оригинальным импеллер Сейчас померяем его же С остальным импеллером Сипро И посмотрим опять Увеличится или уменьшится тяга С этим стальным импеллером Вот была алюминиевая Разобрали Вот обечайка тут Уже темно А мы тут все ковыряемся Получается Оригинальная насадка Стальной импеллер Сипро Вот сейчас посмотрим Будет больше или меньше Тяга Ну что тут 200, да 198, 199 200, да Ну вот опять получается подтверждение Стальной тяга Меньше 500, 98 200 Ну что-то не отключено Все Вот достали мы прям из коробок Две новые улитки Это вот Сипро Из которой делается адаптированная улитка Это оригинал от Борджет Также из коробок мы достали Импеллеры Вот почему их тут три штуки Значит что получается Вот алюминиевый импеллер Производство от Борджет оригинал Который стоял в улитке Вот Сипро Сипро импеллер Который идет также с улитками Стальной На котором мы и гоняли Адаптированную улитку И вот получается Получается еще один стальной импеллер Как случайно мы выяснили Я вот сейчас доставал из коробок Из новых комплекта И случайно мне попался еще и вот такой Причем все эти улитки из одной партии И получается может попасться такой импеллер А может попасться такой импеллер Чем они отличаются По тяге пока непонятно Но вот есть два разных вида Как мы видим Это говорит о том Что нам придется еще раз Собрав вообще все импеллеры Которые у нас есть Поехать на воду Еще раз Погонять, потестировать Все импеллеры Какие у нас есть Все импеллеры На одной улитке Для того чтобы Окончательно разобраться Какая Какой импеллер Какой имеет тягу Импеллеров у нас много всевозможных Оригинал Китай Тайвань Джет Вольф Поэтому поедем на воду Будем ставить все их разные И мерить упор Пока же Что мы имеем А имеем мы Вот уже несколько раз проводили мы эксперименты И у нас получается всегда Что на разную величину Но на китайской насадке Упор меньше Упор меньше Тяга меньше Грузоподъемность Мы тоже делали Тесты Летом У нас где-то есть на канале У нас получилось Что на той же самой лодке На том же самом моторе Грузоподъемность На китайской адаптированной насадке У нас получилось Меньше на 100 кг Из-за чего Вот они две улитки Сейчас мы их рассмотрим Ну вот тут Кстати опять сразу Видно Несоосность Это бывает У части китайских улиток Это оригинал Вот когда я разбирал Внимание обратил Вот эта кромка Она здесь хорошо Очень обработана И покрашена А здесь вот прям чувствуется После проточки Чувствуется прям задир Вот здесь прям Его конечно не видно Но поверьте Он тут Он тут Существует Вот здесь задир В принципе его можно даже Пройтись Напильником Как бы его снять Не видно конечно Но он есть Вот когда видимо Вот эту протачивали Грани Туда ушел задир Ну на разных насадках Я думаю по разному Где-то может и нету Где-то есть Где-то больше Китайские насадки У них очень большой разброс В том числе И по характеристикам Вот как мы убедились Теперь вот Внутренняя Внутренняя поверхность Литья И обработки После литья Это оригинальная Вот так аккуратно Выглядит шов И туда дальше Он пошел А это получается У нас Китай Ну так вот Выглядит шов Видите какой этот шов И все туда уходит Туда дальше Так все и уходит Эва Дальше 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 Так Ну давайте со вспышкой Сюда посветить Что мы тут тогда Увидим Интересно Что-нибудь увидим Нет Вот Вот тоже Так А здесь Здесь то же самое Да Так А вот Внутри Сюда кстати Хорошо видно Вот здесь Результаты Литья Они обработаны Фрезой Там Или шарошкой Я не знаю Чем на заводе Вот их обрабатывают Да И Все надлежащее Форму Как и должно быть Это оригинальная Насадка А здесь Вот 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 это вот Да Вот это вот Все Причем Вот тут Ступенька такая Миллиметров пять Вот эта шишка А здесь Получается Что Как вышло Литье Так и вышло И больше Уже ничего Не делают Не знаю Этим ли обусловлена Немного более Низкая Производительность И упор Что самое Интересное Каждый раз Получается Мы имеем Новые цифры Где-то Более Большая разница С оригиналом Где-то Меньшая Но Она всегда Присутствует Вот Много вопросов По поводу Несоосности Выхлопной трубы В водомете Получается Что Вот эти вот Расстояния Вот это И вот это На разных Насадках Бывают Неодинаковые Ну вот Раз разговор Зашел О выхлопной трубе О ее соосности Мы вот На складе Достали Несколько Корпусов Сипровых Улиток Промерили Все И достали Корпуса Оригинальных Улиток На Меркури 40-50 Тоже Их все Проверили Промерили Вернее Ну и получается Какая картина Фактически Даже в оригинальных Насадках Выхлопная Труба Несоосна Вот эти Расстояния Допустим Вот эти Расстояния Они бывают Отличаются На 3-4 Миллиметра Несоосность Раз они Здесь Имеют Такой Разброс То Видимо Это В порядке Допуска И Сильно Не влияет На На работу И самое главное На курсовую Устойчивость Ловки Здесь же Конечно Разброс Побольше В некоторых Улитках Он Тоже В пределах Нормы В некоторых Есть и побольше Отклонения Но Все Они Да Плюс Минус Вот Как Проверить То Как проверить Будет ли Увод С курса Если Сильно Кривая Выхлопная Сильно Кривая Труба Если Будет Увод Значит Надо Просто Ее Выпрямлять Подправить Ее В принципе Не сложно Понятно Что ее Идеально Не выставить Такими Методами Да Но Идеальность И не нужна Судя По Оригинальным Водометным Насадкам Ну Вот Такая Еще Небольшая Новость Ну А это Вот Наши Готовые Адаптированные Водометные Насадки На Меркурий Тоху 40-50 Ношадиных Сил Трехцилиндровые Семьсот Кубических Сантиметров Еще Решили Взвесить Эти Насадки Просто Интересен Вес Насадки Полностью Скомплектованы Слева Оригинальная Справа Сипро Которые Адаптируются Вот Разница Получается Под Денивало Пока Еще Тут Есть Да Видно Да И на Сипро Насадки Стоит Стальной Импеллер Сейчас Мы Взвешиваем Давай Андрей Давай Оригинальный Уцепляй Поднимай Сначала А потом Повесишь Так Так Ну что Не соскочила Вот так Сразу Давай Ага Так Держи Не тряси Она Сейчас Зафиксируется Запищи 16 Кг Так Держи Держи Не может Снать Снова Вся Вся В сборе Все Ставь Давай Вторую 16 Ну давай Эту Провой Разочек Все Ну 16 16 16 Все Захисил 16 500 На полкилограмма Разница Так Давай Взвесим На сколько Импеллеры Отличаются По весу Сейчас Замеряем Вес Двух Импеллеров Справа Алюминиевый Вот Борджет Слева Стальной Сипро Который С ним Идет Давай Получается У нас Оригинальный 895 Грамм Вот Борджет Алюминиевый Давай Стальной Теперь Сипрошный Стальной Сипрошный Ого Два раза Получается 2 130 Сталь Все Собственно Сама Адаптация Это Изготовление Вот этих Переходных Пластин Под Другой Дейдвуд Переходной Трубки Для охлаждения И Изменения Длины Вала Со Шлицами Кто-то Даже Вот я видел Что Вал Не нарезают Шлицы А Вырезают Кусок Вала И сваривают Думаю Что это Не слишком Надежно Сварка В таком Нагруженном Месте Так вот Фактически То есть Получается Адаптация Кто бы ее Не делал От этой Адаптации Не зависит Упоры И мощность Струи Поэтому Те Замеры Которые Мы делали Они Относятся Просто К улитке Сипро Которую Все используют Для адаптации Соответственно Кто там Адаптировал Как адаптировал Тяга Не изменится Никто Внутри Там Улитки Эти Не полирует Это мы знаем Там Не доводит Поэтому Все что мы Замеряли Относится К любимым Адаптированным Улиткам По поводу Собственно Самого Подшипникового Узла И Манжетов Которые Которым По которым Как раз Много Вопросов Кто-то Меняет При адаптации Кто-то Не меняет Вот мы Кстати Продаем Достаточно Много Водометов Водометных Комплектов Прям с Моторами Сипро Сейчас Покажу Кстати Так вот Эти водометы Они у нас В том числе Есть и в Коммерческой Эксплуатации Катают Туристов По рекам Так он Как Мама Вот они Ну вот Это сороковка Тридцатки У нас Сейчас Нет Да Тридцатки Нет Вот он Комплект Вот таких Комплектов Мы продаем Достаточно Много И Даже При коммерческой Эксплуатации Подшипниковый Узел Работает Нормально Если За ним Следить Поэтому Изначально Менять Или не Менять Подшипник И манжеты В подшипниковом Узле Вот подшипниковые Узлы Да Вот он Так вот Выглядит Подшипниковый Узел Это вот Целые Подшипниковые Узлы У нас Находятся Каждый Решает Сам Менять Или не Менять Комплектующие Стоят Недорого Порядка Там Даже Комплекты По замене Подшипников И всех Сальников Они Стоят Порядка Трех Двух Трех Тысяч Есть Отдельные Подшипники Поэтому Все это Недорого Все это Можно Поменять Кроме Того Вот Я Каждому Рекомендую В одномоторнику Такой Ремкомплект Иметь С собой На реке Обязательно Независимо От того Какая У вас Массажка Оригинальная Неоригинальная То есть Стоят Они копейки По сравнению С риском Поломаться На реке Поэтому Берем Комплект Ложим С собой Ну Про ключи Я уже не говорю Что они должны Быть всегда С собой Также Конечно Должна Смазка Не забываем Шприцевать Водомет И Вперед Очень удивил Результат Именно Результат По Импеллерам Получается Что Стальной Импеллер Имеет Меньший Упор Чем Оригинальный Оригинальный Импеллер Отбор Джет По Самим Же Насадкам Результат Повторился Получается Что Ну Каждый Раз У нас Получается Новые Цифры Но Суть Одна Все Таки Китайская Насадка Адаптированная Она Имеет Меньший Упор Меньшую Производительность Чем Оригинал Цифры Бывают У нас Разнятся Где-то Больше Где-то Меньше Но Всегда Получается Так Хотелось Еще Отметить По Поводу Наших Тестов Мы Занимаемся Широким Ассортиментом В Одномоторной Тематике В том Числе По Насадкам У нас Есть Разные Производители И Оригинал И Китай Сипро И Гольфстрим И Тайвань Также Производители Вот у нас Есть Джит Вольф Вездеход Проходимец И Соответственно Нету Смысла Делать Какие-то Такие Хитрые Тесты И Превозносить Какой-то Один тип Насадок Там Или Еще Чего-то Потому Что Вот Смотрим Видюхи В Интернете И Получается Кто-то Делает Пластины Нахваливает Только Адаптированные Насадки Что Они Чудеса Показывают Кто-то Занимается Оригиналом Рассказывает Что Работает Только Оригинал В Китае Не Работает Ну И Так Далее Все Имеет Место Все Работает При Должном Подходе Надо Просто Понимать Что Берете Для Каких Целей Берете Идей По Тестам У нас Еще Достаточно Много Поэтому Наверное Будем Мы Даже Зимой Ездить Кое-что Тестировать Если Есть Какие-то Интересные Идеи То Пишите Звоните Если Мы Посчитаем Что Действительно Нам Будет Интересно Провести Такие Эксперименты Конечно Мы Этим Займемся Возможно И Вместе С Вами